ДТП с участием пассажирского автобуса в Судогодском районе. Погиб человек. Трагедия произошла на 21-м километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас. Здесь столкнулись легковушка Пежо и пассажирский автобус Сетра. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений скончался водитель легковушки, 47-летний, житель Судогодского района. Ехал он без пассажиров. В автобусе пострадала женщина, предположительно 50 лет. У нее незначительные травмы. Всего пассажиров было семеро. Остальные, как и водитель автобуса, остались целые невредимые. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя Пежо, который не учел погодные условия. Его иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. По факту данного ДТП назначена проверка. Тонут в собственном подвале. Жители многоквартирного дома в Лакинске задыхаются от нечистот, которыми затоплен их подвал. Люди жалуются. Мало того, что пользоваться своим имуществом не могут, да еще и весь дом теперь превратился в рассадник инфекций и насекомых. Отремонтировать канализацию они просили свою управляющую компанию. Но та сообщила, что с 1 августа их дом больше не обслуживает. Кто теперь поможет жильцам, выясняла Валентина Мартынова. Так как там нормального выхода нет с подвалом, канализация не работает, раздевается до сих пор. Вот сюда же прямо идет. Эта застоявшаяся жижа с кишачьими тараканами и мухами в перемешку с обломками мебели и мусором покрывает практически весь подвал жилого дома. И такая картина, жалуются собственники, здесь уже давно. Непроходимые руины, сырость и невыносимый запах. Казалось бы, собственное общедомовое имущество, но пользоваться им невозможно. Более того, подвал для жильцов теперь как пороховая бочка. Неизвестно, чем вообще может закончиться такое безобразие. Даже вот так вот случись какая авария, даже вот следствию туда просто зайти, вот какую-то аварию, вот устранить, вообще там страшное дело. Невозможно там наступать, ходить. Но нас волнует, что, да, вот, хозяев этих квартир, просто наш подвал, это рассадник, это инфекции. Анатолий Сергеевич рассказывает, с просьбой перевести подвал в порядок, он неоднократно обращался в управляющую компанию и водоканал. Говорит, специалисты приехали, колодцы и трубы прочистили, но вода в подвал снова пришла. А рабочие развели руками, сетует пенсионер. Они, в общем, за себя стоят друг на друга, вот так вот перекидывают. Одни говорят, это не по нашей вине, другие говорят, это тоже не по нашей вине, а всем это. А нам-то от этого не легче, результата нет. У нас здесь стоит такая вонь, такая безалаберность, никто ничего не делает. Только один подвор, подвал, вот так, в тюрьме. Невозможно не зайти, хоть бы самим что-то сделать, мы не можем войти туда. Влага, испарение, все вот это, там даже дышать невозможно, вот это все вот. У нас даже была такая техника, бывает, скорость сгниет из-за этого. У нас был даже случай один, у нас даже музыкальный центр, они же из этого, из деревянного материала сделал канонки, они даже у нас один раз даже распухли. На антисанитарию жалуются сотрудники и владельцы салонов, которые находятся на первом этаже здания. Свои обращения они уже тоже писали в управкомпанию. Но на днях людям сообщили, что с 1 августа их дом больше не обслуживается. Управкомпания Пономарев расторгла договор. Пономаревы говорят, что мы с нами нарушили договор, и они этим делом заниматься не будут. Вот это заниматься должна быть город заниматься. Вот и все. И теперь концов не найдешь. Я не знаю, кто будет делать это. Приезжают в консильную, собирают, а делать не делают. Не делают, потому что денег нет, парирует сам директор управляющей компании той самой, что отказалась от дома. По его словам, собираемость платежей в доме всего 40%, поэтому достойно обслуживать его просто невозможно. О том, что в этом доме многие не платят, уверяют и чиновники. Глава администрации поясняет. В Лакинске таких брошенных управкомпаниями многоэтажек уже более 40. Для них город создал собственную управляйку. Но и новой компании жители, исходя из своего горького опыта, уже не доверяют. Наверное, справедливо они говорят о том, что нам ничего до этого не делали. И как нам сейчас поверить в то, что новая управляющая компания пришла, что-то будет делать. Поэтому они, естественно, не платят, ждут, что им наперед сделают. А во всех 40 домах проблем на миллионы. Что касается дома на проспекте Ленина, то кто его будет обслуживать, станет ясно на днях, уверяет чиновник. Пока же все неполадки будет устранять горводоканал. На прочистку колодцев бригада специалистов приехала прямо во время нашей съемки. Вы с того кого-то сюда принимаете? Да, нет, с третьего. Так сейчас в подвалах будет уходить вода? Сейчас пробьем, будет уходить. Но несмотря на все усилия, пока вода в подвале дома так и стоит. Решит ли проблему новая управкомпания, пока люди не знают. И с ужасом ожидают сезона дождей. Валентина Мартынова, Михаил Пименов, Шестой канал. Владимир отметил 1027 день рождения. Для городских чиновников праздничный день начался с приема официальных делегаций. Гостей встречали в здании городской администрации. Познакомиться с организацией торжества и, может быть, этому поучиться, в областной центр приехали чиновники и депутаты Тамбова, Липецка, Рязани, Ярославля, Иваново, Тулы. Присоединились к ним и иностранные гости из Беларуси, Болгарии, Польши и Китая. Прибыли с неспустими руками. Гости хозяева праздника обменялись сувенирами и памятными подарками. В год 50-летия маршрута «Золотое кольцо» говорили о туризме. Неделю назад в Ярославле была создана Ассоциация городов «Золотого кольца». Цель объединения – продвигать эти города как на российском уровне, так и на международном. Особенность в том, чтобы действовать вместе. В отличие, может быть, от предшествующего периода, когда каждый из нас пытался показать себя, показать свои достоинства, но наша точка зрения, что именно вместе мы сможем получить вот этот синергетический эффект, мы каждый получим больше от совместной работы. Владимир активно включился в эту работу. Городские власти в рамках празднования 1027-го дня рождения посвятили маршруту «Золотое кольцо» специальную тематическую площадку. Я специально хочу показать такую тематическую площадку, когда мы будем с вами на Соборной площади. Мы ее успели установить, детскую площадку с городами «Золотого кольца». Там каждый город «Золотого кольца» представлен с гербом, с флагом. И вот такая популяризация для того, чтобы действительно наши жители, наши дети наших городов могли ездить, уже узнавая много о нашей древней России. День города ознаменовался чередой открытий. Реконструированный сквер за городским дворцом культуры, конференц-зал в Патриаршем саду и музей старой аптеки. Как теперь выглядят эти места? Увидите прямо сейчас. Атмосферу в стиле 50-х попытались воссоздать в обновленном сквере за городским дворцом культуры. В течение долгого времени парк был в запустении. Второе дыхание одно из любимых мест отдыха горожан получило благодаря программе формирования комфортной городской среды. На благоустройство потратили 31 миллион рублей. Работы начали 3 июля. За это время в сквере появились спортивные и детские площадки, сделали дорожки, установили освещение, поставили скамейки. Они специально сделаны без спинок, чтобы отдыхающие могли повернуться и вправо к площадке, и, соответственно, к аллее. Есть теперь здесь и концертная площадка для уличных выступлений. Большая работа проделана по озеленению территории. Ход работ ежедневно контролировала общественность. Когда строители там очень неаккуратно где-то повреждали кору, после этого там целая общественная бригада создавалась, и говорили, что это нужно все сделать, это нужно все восстановить. Вот сегодня, если такой вот контроль общественный еще будет со стороны еще жителей, мы тогда получим очень много хороших, благоустроенных мест. Не обошлось без креатива. Парковые статуи, которые здесь были в середине прошлого века, изображали молодые актеры. И это стало настоящей изюминкой открытия сквера. Желающие с радостью фотографировались и рядом с ними, и на фоне ретроавтомобилей. Обновленный сквер горожане оценили по достоинству. Нам очень понравилось. Мы уже и на горках покатались, и на самокате покатались по дорожкам. Не сравнить с тем, что здесь было до этого, ну очень здорово. Красиво, аккуратно, много тематических площадок. Очень красиво, удобно детям, взрослым погулять. Площадки с такой любовью сделаны все. Так что спасибо большое. Еще один объект, который открыли в день города, располагается в Патриаршем саду. Там построили конференц-зал на 200 посадочных мест. Археологические работы начались в мае 2016 года. Строительные в октябре. Это здание стало очередным звеном в цепи под названием «Реконструкция Патриаршего сада». Из 208 миллионов, выделенных на обустройство цветочного парка, пока освоили 90. В 2018-м по соседству с конференц-залом должна появиться оранжерея и учебный корпус с лабораториями. Четыре года назад. Вообще, вы могли представить, что это все будет здесь? Заброшенный практически Патриарший сад. Никто сюда никаких туристов не водил. Никакого нормального образовательного процесса здесь не было. Наша главная задача, чтобы это стало мощнейшей образовательной площадкой, туристической площадкой, прекрасные условия для жителей Владимирской области. С июня этого года наш Патриарший сад стал федеральной инновационной площадкой. Вместе с Российской академией образования разрабатывается сейчас план работы на будущий год инновационной площадки. Здесь будут дети, прежде всего, заниматься экологией. И еще один подарок на день города – музей «Старая аптека». Экспонаты для него собирали, что называется, с миру по нитке. Нашли старые документы и фотографии, и аптечные пузырьки 19 века. Историю фармацевтики, а также первой городской аптеки посетителям расскажет экскурсовод. При желании в музее можно сделать и покупки. Представлена очень древняя флорентийская аптечная продукция, которая представлена на этих витринах. Имеются тесты, можно попробовать продукцию, можно попробовать ароматы, можно попробовать косметику для тела. Парфюмерная продукция, которая была изготовлена для Екатерины Медичи. Познакомиться с историей редких экспонатов можно ежедневно, кроме понедельника. Работать в музее будет до 21 часа. Входной билет 200 рублей. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. День города продолжили ярмаркой. На Соборной площади развернулась агрокультурная выставка. В ней приняли участие производители области. Владимирцы могли купить фермерские продукты, узнать, чем гордится каждый район 33 региона и примерить на себя профессию ремесленника. На агрокультурной ярмарке работала Валерия Саянко. Капустка. Ну, шикарная была в прошлом году. Помните грядку? Да, помню. Большая такая была. Не успели. Да. Вот фруктами. На день Пушкинский бульвар превратился в ярмарку. Выращенную оценивает сама губернатор. Фермерские хозяйства, муниципальное производство и мастера со всей области выставили лучший товар по низким ценам. Купить можно всё. От мяса и молока до вот такой хлебницы, сделанной вручную. Трудились над произведением искусства камешковские мастера. Мы каждому дню города делаем какие-то праздничные подарки. Все эти подарки, они для вас, для наших жителей и для гостей. Поэтому, хоть, чтобы сегодня каждый здесь увидел то, что ему очень понравится. Запомнилось. И он ещё раз пришёл, приехал в наш город со своими друзьями. Агрокультурная ярмарка во Владимире уже стала традиционной и проводится в пятый раз. Здесь не только можно купить продукты, но и посмотреть, чем вообще богата Владимирская область. Везняковцы дают мастер-класс по росписи лаковой миниатюры и завлекают песнями. Проходя мимо, петь начинают даже первые лица области. Красу твою не старели, ни годы, ни беда. Иванами да марьями гордилась ты всегда. Очень интересно, очень много развлекательных моментов. Для детей очень много интересного. Все районы представлены, очень богат. В общем, здорово. Чем дальше, тем каждый раз в день города всё интереснее и интереснее становится. Более 26 предприятий сегодня малого и среднего бизнеса представлены. Я думаю, многие уже убедились, когда шли сюда, как работает наш общепит, как работают наши ремесленники. У нас растёт с вами поток туристов. В парке Липки деревенское подворье. Гуси, овцы, телята и даже лошади. Тоже с владимирских ферм. Наши госконюшни единственные в области выращивают владимирских тяжеловозов. Сейчас главная задача сохранить породу. В стойлах всего 31 лошадь. Животные уникальные, выносливые, неприхотливые и очень добрые. Они сами по себе очень мягкие по характеру. Они такие, как большие медведи. Если спортивные лошади, они обладают более таким норовистым характером. Владимирский тяжеловоз отличается тем, что он более мягкий. Они очень привыкают к людям, которые за ними закреплены. На Пушкинском бульваре еще одно любопытное мероприятие. Фестиваль «Многоликий Владимир» объединил 12 самых крупных диаспор города. Они знакомили владимирцев со своими национальными играми. Месопотамия разыграла кубок победителя за игру в нарды. Казаки устроили бои мешками. Все вместе водили хоровод, ели чак-чак и смотрели на танцы с шашками. Мне хочется от всей души поздравить всех наших горожан с этим замечательным праздником. У нас в городе Владимире живут замечательные люди. И все то хорошее, что делается в Владимире, конечно, делается руками наших горожан. Изменился центр города Владимира. Конечно, появились новые площади, появились новые скверы, улучшаются парки. Единство людей разных национальностей, профессий, возрастов продемонстрировал и флешмоб «Наш Владимир». Пятиметровые буквы этих двух слов были заранее начерчены на асфальте. Встать в них смогли и все желающие. Надпись «Наш Владимир» с фигур людей была снята с квадрокоптера. Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестоканал. Хоровод вокруг ворот. А в день города более сотни владимирцев поучаствовали в традиционном флешмобе. Большой хоровод у золотых ворот. Впервые его провели более пяти лет назад. Главная задача, взявшись за руки под музыку, пройти вокруг одного из главных символов города. В этом году флешмоб посвятили спорту. Ведь Владимир претендует на звание культурной столицы чемпионата мира по футболу 2018. Поэтому перед тем, как взяться за руки и встать в хоровод, все желающие могли сфотографироваться с символом грядущего мундиаля, волком за бивакой, и посмотреть выступления юных спортсменов из школ Олимпийского резерва по спортивной и художественной гимнастике. Для многих горожан участие в хороводе на День города уже стало традицией. С очень хорошим настроением, дарить всем улыбки, быть таким всем позитивненьким. Зажигать всех, чтобы у всех было хорошее настроение и вообще, чтобы никто не грустил в этот день. Чтобы весь город видел, какой у нас дружный он. В 2018 году будешь смотреть матчи? Да. Потрясающе. На таком большом празднике я, можно сказать, впервые. Восторг, восхищение, радость. В характерные для хоровода передвижения по кругу организаторы в этот раз добавили спортивные составляющие. Владимирцы изображали, как набивают мяч и пускали футбольную волну. После того, как хоровод два раза обошел золотые ворота, его участники поздравили город с праздником. Я люблю Владимир! Сыграли со звездами футбола. На стадионе Лыбить в праздничный день прошел необычный матч. Ветераны Владимирского футбола, депутаты горсовета и чиновники городской администрации в главе с Андреем Шохиным встретились со звездами спорта и шоу-бизнеса из Москвы. На что поспорили участники матча, кто отличился во время игры и с каким счетом завершилась встреча, знает Маргарита Махрова. На поле легенды футбола звезды московского шоу-бизнеса и первые лица города Владимира. К встрече с футбольным клубом «Артист» сборная города во главе с Андреем Шохиным готовилась давно. Звезды футбольные, звезды эстрады, поэтому вот так вот все это сплелось. И в преддверии чемпионата мира и популяризации здорового образа жизни это вообще отличная вещь. А ребята мы с дружим давно уже, они давно говорят, что ну как же, мы же есть, давайте приглашайте нас. Два тайма по полчаса с небольшим перерывом. Серьезное испытание для игроков, ведь средний возраст участников команд 50 лет. Главная цель матча, по словам игроков, забыть про возраст, статус и регалии и подарить зрителям хорошую игру. Я это воспринимаю как некое шоу, чтобы люди посмотрели, посмеялись, как бегают старые, заслуженные артисты. Я полузащитник был всегда, но мне уже не 15 лет, к сожалению. И я выхожу не на так много, потому что есть более заслуженные и более профессиональные футболисты, но при этом я до сих пор люблю с детства футбол. Он спортивный, конечно, дух, он любой, когда выходишь на поле, никуда не денешься, будешь бороться. Перед матчем соперники договорились, кто выиграет, тот и будет петь в вечернем концерте в честь Дня города. В сборной Владимира нет ни одного артиста, но наши игроки к победе явно стремились. Первым счет открыл полковник полиции Игорь Кузьменко, член сборной города. Но и соперники из Москвы в долгу не остались. Их наставник, выдающийся футболист и тренер Олег Романцев следил за игрой с трибуны. Вместе с музыкантом Владимиром Пресняковым-старшим в составе звездной команды они объехали немало городов России. Нам очень приятно приезжать в города, где на нас смотрят как на что-то удивительное, хотя мы такие же простые ребята, как и они. Владимир потрясающий город, потрясающий старинный город. Я, кстати, рад, что имея такое же имя сегодня здесь. Владимирцы играли в черно-белой форме футбольного клуба «Торпеда», а гости поддержали красно-белые цвета «Спартака». Ведь многие в команде артист играли когда-то за этот московский клуб. Я впервые играл на стадионе Владимира в 13 лет и почти каждый год посещал этот город. Красивый старинный город. Я родился в Костроме, поэтому мы были соседями, соперниками. Приятно вернуться, показать, на что еще мы способны. Соперники по очереди обменивались красивыми подачами и голами. Во втором тайме дошло даже до пенальти. Его пробил глава администрации. Матч не прервал даже налетевший дождь. Несмотря на усталость и частые замены игроков, никто не собирался уступать. Может быть, они чуть-чуть нас все-таки переигрывают в технике, но все-таки высшая лига. Но мы за счет старания, за счет действительно у нас команды, мне кажется, более сыгранных. Под занавес матча пришлось заменить вратаря сборной города Валерия Алешина. Он ударился о ворота и не смог продолжить игру. Последний мяч забили московские гости. Итог встречи – ничья 5-5, поэтому на концерте выступали все-таки профессионалы. А сборную города и так ждали аплодисменты от болельщиков. Маргарита Махрова, Михаил Пименов, Шестой канал. Ну а завершился праздник традиционным концертом на Соборной площади. Звезды эстрады показали, что не только в футбол играть умеют, но по-прежнему востребованы как музыканты. Виктора Салтыкова, Игоря Суруханова, Юрия Лазу и многих других встречали аплодисментами. Какие песни исполнили артисты и какой сюрприз ожидал Владимирцев в финале концерта, знает Никита Королев. Одним из первых горожан поздравил Игорь Суруханов. В наш город заслуженный артист России приезжает часто с концертами. В прошлом году проводил даже целый фестиваль. На нем любой Владимир смог выйти на сцену и спеть самим Сурухановым. Было великолепно, я очень рад и счастлив. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить вас, дорогие мои. С днем города! Большой восторг у зрителей вызвало появление на сцене Михаила Муромова. Но ко всеобщему разочарованию он начал с новинок. Артист, видимо, хотел показать, что в его репертуаре ни одна песня. И все же без нее не обошлось. Яблоки на снегу, розовые на белом. Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу? Яблоки на снегу, яблоки на снегу. Знаменитым яблокам в этом году 30 лет. Музыку исполнитель сочинил сам, а секрет успеха видит в простоте исполнения. Когда открытый слог последний, то он легко поется. Он может петься и в рэпе, например. Яблоки на снегу, розовые. А можно петь за столом. Яблоки на снегу. А если песня поется за столом, значит это попадает. Действительно он сказал 30 лет этой песни, но оно так и есть. Еще в студенчестве мы эти песни слушали. Сейчас тоже приятно, такая как бы ностальгия о прошлом. Виктор Салтыков порадовал публику интерактивом. Песню «А я маленький ниже стремени» спел с ребенком на шее. А во время исполнения знаменитых «Перелетных птиц» спрыгнул со сцены и почти что бросился на руки владимирцам. Перелетный птиц мою нервность на крыльях внизу. Самое удивительное, что во время таких забегов 59-летний певец продолжал петь чистым мальчишеским голосом. Такие возможности своего вокала Салтыков объяснил не фонограммой, а внутренним душевным запалом. Душа, наверное, должна быть светлой всегда, мне кажется. Чем ты больше думаешь о хорошем, тем больше передается это другим. Многие зрители ждали группу «Белый орел». Ее как упоительный в России вечера. Но группа не приехала. Финальной песней стал плод Юрия Лозы. Перед праздничным салютом Владимирцев ждал сюрприз из космоса. Прямо с борта МКС горожан поздравили космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Желаем вам благополучия, здоровья и мира. Пусть небосвод озарится яркими звездами. Грандиозный салют. Без него не обходится ни один день города. 1027-й день рождения Владимира не стал исключением. Россыпь звезд, кометы и искрящиеся огненные водопады взмыли в небо из-за клязьмы. Салют продолжался 10 минут. Самые яркие его фрагменты мы предлагаем вашему вниманию. Желаем. Без него? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. А я напоминаю, прямая трансляция наших новостей ведется и в интернете. На нашем сайте www.6tv.ru Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.